Мы говорим, что эта психика человека не отягощена алкогольными и наркотическими всякими ядами и так далее. Потому что, в принципе, если человек употребляет это, то у него вся поступающая к нему информация искажена. И, соответственно, он излучает такую же информацию. Самый простой момент, то, что мы знаем и понимаем, что все процессы носят колебательный характер, а человек излучает волны и принимает волны. То есть есть волна определенная, у нее есть определенная длина, есть определенный спектр. Соответственно, когда у здорового человека, допустим, вот такая волна, когда он вмазал, то происходит смещение волны. И, соответственно, если произошло смещение, она ужалась или же наоборот расширилась, и туда, куда она оправлена, и она должна, когда происходит выбор информации, когда происходит синфазность. Один момент, устойчивая составляющая, когерентность, называется группа волн, да, совпадение когерентности, это устойчивый прием и передача информации. А когда у тебя произошел сдвиг, грубо говоря, по фазе, а у тебя уже туда не получается, не замыкает. И ты не получаешь информацию оттуда, откуда ты ее должен получить, а ты начинаешь получать из других источников то, что называется эгрегор. И вот есть такое словосочетание, как эгрегориальная магия, эгрегориальные религии. Вот практически почти все религии у нас на планете, они являются эгрегориальными. Почти все. Не все, но почти. Не от Бога. Да? Так, ну тогда правильно ли я понял? То есть, если здоровый человек, который не употребляет психотропных каких-то вещей, он уподобен, ну скажем, приемнику. Приемники есть колебательный... Все приемники, все мы приемники. У нас мозг – это жидкокристаллическая структура. Она не просто, опять же, это какая-то масса, да, это приемник. Он принимает и передает. Но сейчас вот ученые говорят, что сердце тоже, это не просто клапан, который перекачивает мозг, а это тоже приемник и передатчик. То есть, получается, человек – это приемник, да, он работает как приемник. В нем есть, говоря языком радиотехники, колебательный контур. Вот как мы на станцию настраиваемся, да. И он излучает, он не только принимает, но он излучает эти, те же волны. То есть, биополе человека, что такое биополе, да, это не просто какое-то яйцо, как его рисуют, а это вот как раз волны, которые излучает человека. Если вот так нарисовать, то, наверное, оно такое какое-то будет. Каждый там, каждая клетка излучает волну, там, сердце, там, почки, легкие, все. Ну и сейчас на этом, кстати, магниторезонансная диагностика построена. То, что есть та, которая нормально должна быть, считаются волны, которые исходят, допустим, от того или иного органа. И когда снимают, идет диссонанс. И на основе этих диссонансов устраиваются диаграммы и так далее. Ну, то есть, если у человека приемник настроен правильно, он получает хорошую, правильную радиостанцию ловит, да? А если настройка взбивается, то он начинает ловить, там, голос Америки, там, еще что-то, и, соответственно, его ведет. Эхо, эхо, эхо. Начинает ловить эхо не саму радиостанцию, а эхо ловить. Потому что, ну, помните, да, как в горах, там, крикнешь, да, там, а-а-а, ну, там, в детский, там, помните, да? Слова всякие называешь, и на выходе получается очень, там, нехорошее слово. Хотя вроде слово нормальное слово назвал, а на эхо, оно, получается, ну, шибко нездоровое. Продолжение следует...